Всем привет, ребята! Вы на канале Санишка Играем Вместе. С вами по-прежнему папа Санишки. И мы сегодня поиграем с вами в симулятор пчеловода. Ребята, эта игра снова возвращается к жизни. Это очень радует. И этот ролик будет посвящен двум новым кодикам в основной игре. Ребята, еще раз повторяю я. В основной игре, а не на тестовом сервере. Если вы пропустили мое новое видео с тестового сервера, обязательно посмотрите. А также не забудьте подписаться. Так что, ребята, на обычном сервере, в обычной нашей игре вышли новые кодики. Давайте их введем и посмотрим, что нам прилетит. Значит, первый кодик звучит как Plush Friday. Смотрите, Plush Friday. Нам прилетела Marshmallow Bee, Neon Berry, один микроконвектор. И активировались сразу четыре поля. Ребята, четыре поля. Так, не четыре, точнее, а три. Это Pine, Tree, Forest, Rose, Field, Code, одуванчиковое поле. И четвертое я перепутал. Это Conversion Boost. То есть, это буст на конверсию. Чему посвящен этот код? Разработчик игры, этой Anet, выпустил интернет-магазин, в котором можно купить мягкие игрушки. Plushes, так называемые, ну, как или плюшевые, или мягкие игрушки. Эти игрушки в виде пчелок, конечно же, они в виде пчелок, в виде шипастой пчелы, в виде еще каких-то двух пчел. И в этом магазинчике можно купить три пчелы сразу или по одной. Это иностранный интернет-магазин, то есть, в принципе, если заморочиться, можно разобраться, как там покупать. Значит, хороший код, конечно, хороший. И второй код, он также посвящен пятнице, которая была вчера. Значит, этот код называется Reboot. Reboot, то есть, перезапуск и Friday. То есть, Reboot Friday, он перезапускал сервера в пятницу и, значит, в знак извинений, он активировал этот код. Также тут, давайте посмотрим. Активировался Super Smoothie, Dundereon Field, Rose Field, Pine Tree, Forest, Conversion, Еще и Wealth Clock, то есть, вы можете собирать тикеты в пять раз больше. Так, давайте, кстати, соберем. Так, тикеты у нас, по-моему, ребята. А где, кстати, у нас эти тикеты? Я уже начинаю забывать потихоньку. Вот этот Wealth Clock. Через 50 минут можно будет собрать тикеты. Что еще появилось? Появился Cyber Monday Pack. Это уже посвящен понедельнику. Кибер понедельник. Как вы знаете, сейчас идут Черные пятницы. Черные пятницы – это когда большие скидки в магазинах во всех всевозможных. Кибер понедельник – это тоже что-то подобное в Черной пятнице. Только это связано с какими-то там кибертоварами, с электроникой, там сотовые телефоны. Все, все, все. И вот вы можете за 800 рубаксов приобрести Cyber Monday Pack. Значит, он в себя включает мифическое яйцо, Atomic Treat, 100 тикетов, 10 мейджи бобов, 10 микроконвекторов, 5 клеев, 5 ночных колокольчиков, которые вызывают сразу ночь, наступление ночи. Вот кто-то просит метеор запустить метеор, кто-то просит. Давайте тогда запустим, если я могу это сделать. Так, пробегусь, пробегусь, нажму тут все, что можно нажать. Давайте еще активируем вот это верхнее поле. Что оно нам даст? Так, и кто-то еще запустил стикбага. Ребята, все происходит как-то слишком быстро. Запускают всевозможные. Так, мы запускаем метеоритный дождь. Так, и еще я запустил мой мари-мач случайно. Ну ладно, давайте. У нас уже запустил, давайте посмотрим. Вспомним, как это делается. Приблизительно вот так это и делается. Так. Ага, видите, я даже успеваю. Успеваю даже кое-что выигрывать. Так. Вот здесь я тоже могу это сделать. Не даже не здесь, а вот здесь. Так. Что еще? Ребята, по поводу этого поля. Как вы видите, это поле пеньковой улитки, да, на пне. И вы, наверное, можете посмотреть, что оно довольно-таки узкое. Ну, очень мало цветов. Ну, вот, цветочная часть очень узкая. А само поле большое, видите? Так вот, на тестовом сервере разработчик увеличил это поле и увеличил там цветы. То есть цветы там стали больше, полицы там будет больше. Вот, поэтому в следующем уже обновлении вот это поле будет вот такое широкое. Здесь будет много цветов. И можно очень неплохо фармиться на этом поле. Это то, что еще будет у нас скоро из обновлений. в основной игре. Так, что у нас получилось? Значит, у нас есть Pine Forest, то есть еловое поле, розовое поле и одуванчик. Ну, и в зависимости от того, в какой пыльце, то есть вы можете выбирать красное на розовое поле, и приедем в голубое поле. Или если вы в белой пыльце, ваши пчелы плываются на то, что у нас есть в белой пыльце. У меня сейчас голубой пыльце. И в принципе, скажем так, больше я нахожусь в голубой пыльце. Ну, хотя у меня разные пчелы есть. Давайте, кстати, посмотрим, на какое у меня с этим пыльце больше. Ну, вот визуально я вижу, что больше у меня голубых пчел. Поэтому я буду выбирать фарм на... Вот еще Мондо Цыпленок заспавнился. Значит, перед тем, как вводить эти коды, ребята, подождите Мондо Цыпленка. Обязательно его победите. И он вам даст Мондо Цыпленок. Чем быстрее вы его победите, тем выше будет буст. Поэтому кидайте ваши там жалы, если они у вас есть, шипы. Точнее, я просто не знаю. По-моему, у меня уже шипов нет никаких жалов. То есть перед тем, как вводить коды, обязательно победите этого цыпленка. Потом повключайте бусты везде. Все возможности, чтобы вам добавилось. И также совершите еще донат в храм ветра. Обязательно. И потом вы сможете в течение часа, пока действуют там эти бусты, вы можете еще хорошо сделать хороший фарм. Так, стикбаг. Вы видите, еще стикбаг всегда заспавнился. То есть придется сейчас еще стикбага лупить. Ну и как вы помните, чтобы сражаться со стикбагом, нужно надеть красный шлем. Потому что он самый мощный по атаке. Я сейчас с ним не сражаюсь, поэтому... Поэтому, ребята, я его не надевал. Так, немножко перепортил наши планы этот стикбаг. Потому что мне нужно сейчас максимально быстро победить цыпленка. Большого цыпленка. Ну, кстати, цыпленок, скорее всего, уже в нас покинет в новом обновлении. Это очень интересная игра, потому что обрет уже давно этот цыпленок кому не нравится. Я прошел очень много времени. Посмотрите еще, у нас шипастая пчела. Как раз сейчас я могу с ней получить шипы. Видите, какая активность есть. Красавишка появилась на северах. Сразу получилась какая-то сумасшедшая активность. Особенно на этом плохом поле. Так, что? Что, его одолели, да? Так, где у нас шипики? Ага, шипики там уже не погадывались. Потому что их так не вправилось. О, 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 о. Так, ну и надо нам еще включить масло, включить процессы. Так, все, мы получили, значит, у нас от Mondo Chief некие грузы. Я сейчас его не вижу, у меня что-то уже спряталось. Давайте соберем еще сыплечков. Так, получил, давайте еще паука. И дальше я пробегусь вот сюда, чтобы получить еще буст на еловое поле. По крайней мере попробую, вдруг выпадет на еловом поле. Нет, у меня X3 получилось на обычном голубом поле. Так, попроведуем нашего королевского жука. Это уже, ребята, определенный ритуал, то есть ты заходишь в эту игру и начинаешь всех обходить, всех мобов, которые спавнятся. Надо собирать со всех с них дропы, то, что выпадает. Так, вам сказал и сам забыл, то есть нужно донат сделать для хорошего фарма. Это раскрывает вам все секреты, но вы уже сами знаете, наверное. Кстати, еще нужно и краба победить, потому что с краба конвертеры падают, микроконвертеры. Они вам понадобятся, поэтому не забывайте краба тоже побеждать. И, кстати, когда побеждаете краба, можете задонатить кокосы, которые вы собираете. Все кокосы я обычно задоначу и хороший получается. Ну, давайте маршмеллоу убедить и задонатим. Посмотрим, что у нас будет. Так, адуванчик у нас выпал. Адуванчик у нас X2 теперь. Так, можно даже пробовать и на одуванчике делать. Давайте попробуем, как это будет на одуванчике. Так, выкину еще кубик. Еще два кубика выкину. Так, у нас перец и голубое поле. Голубой экстракт. Глиттер применяю. Клейки. Эмилы. Энзимы. Тропикал дринг. Так, кстати, атомик 3. Атомное печенье. Так, кому можно дать это атомное печенье? Так, ну это я, ребят, потом подумаю, потом использую. Так, давайте еще наш этот разбыскиватель, да, или как он поливает или что он там делает, непонятно. Механизм работы. Или попробую немножко пофармить. Так, у меня вместимость 236 миллионов, представляете? это вообще просто очень большая вместимость. Также можно еще включить липкую конфету. Обязательно пузыри, лопайте пузыри. Также еще желебинсы вы можете разбрасывать, или ваши друзья могут разбрасывать, вы можете разбирать, или все вместе вы можете это делать. И для белого, для белой пульцы еще не хороша гамми шапка. Кстати, тоже неплохой вариант. Вот именно для этого поля, для одувальщиков, для белой пульцы. Ну, как вы видите, большая вместимость 236 миллионов. Очень неплохо. И сколько это продлится? Так, это продлится 1 час 44 минуты. То есть, ребят, целый час 44 минуты на этих кодах вы сможете сделать хороший результат. Вот кто-то кидает бобы. Это еще должно увеличить собираемость пульцы. То есть, в принципе, я вам показал, как достичь максимального эффекта от кода. Коды выходят редко, поэтому делайте все пустые, делайте все улучшения всевозможные. Кидайте плюшки всякие разные, чтобы максимально от этого кода за час, за полтора часа максимально получить выгоду. А Санишка будет вам подсказывать. Не забывайте подписываться на наш канал. И, ребята, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok